Музыка Сергей Матвенко пишет Надо заказывать книги сейчас, так как когда вас не станет долгих вам лет жизни ваши знания могут переначать, исковеркать и уже выдать так, как им нужно будет. Я постарался помимо того, что написать эти книги, я там как раз и упомянул то, что я не разрешаю перерабатывать свои книги так, как они были написаны что-то там еще добавлять, что-то еще убавлять или еще так далее то есть используйте так, как они написаны. Вот допустим использовать их для дальнейшей работы то есть если человек надумает что-то там, грубо говоря, создать типа там свое ну пусть как материал возьмет и что-то сложит с него там новое возможно более эффективно вот это другое дело а так уже я написал и если, как говорится, потребуется я, конечно, могу написать еще лучше но я вижу, что они они как-то не затребованы Далее Сергей Матвиенко спрашивают Соль полезна? Я сейчас отказался от соли и начал замечать как жена перестали это раньше ощущал что она недостальна как только человек отказывается или сокращает употребление соли то вот это вот чувство вкуса к соли оно обостряется я это так же заметил я одно время перестал соль употреблять и знаете я чувствовал где она там имеется действительно столько кругом соли что ее вообще-то особо и не надо добавлять но тем не менее тем не менее для пищеварения она полезна она полезна и для других вещей то есть соль поваренная соль для нашего организма нужна это одно из таких ключевых веществ на которых основана жизнедеятельность нашего организма но в то же время в то же время это все должно быть в меру вот такое вот мое мнение вы можете почитать пишут кто что пишет цири матвиенко пишет значит надо прослушать ваши книги скорее всего там есть ответ но если вас не затруднить скажите как голодать если еда является единственным удовольствием в жизни сегодня целый вечер буду слушать ваши ролики значит насчет того прослушивания я уже вам говорил что я сейчас вот слушаю проект Кассиопия дабы взять что-то вот такое ну для себя полезное нужное пока я особо особо ничего не нахожу ну такое видите как никто говорит я сам тут инопланетяне что ли но тем не менее кое-какие вещи есть и полезное полезное и нужное вот дело в том когда человек больше много знает что-то добавить к вот этому крайне ну крайне редко это можно получить потому что уже и так знания огромные и что-то там добавить но тем не менее вот эти добавления будут самые наиболее ценные которые как бы сказать вот и пазлы там слаживают и как бы сказать влияют на ваше сознание на ваше понимание то есть работа это действительно нужно поэтому не надо слушать вот много потому что когда человек прослушивает много знания все-таки должны они устаканчиваются улюживаются они должны на соответствующей полочке встать и как-то вызвать побудить вас каким-то действием когда слишком много вы сразу слушаете это работа со знаниями я делюсь с вами то не может сознание наше сразу вот вот такую вот взять кучу всего оно из всей этой кучи выделит для себя те знания на которые оно созрело в данный момент поэтому вы действуете так регулярно вот важно регулярно регулярно в день там часок полчасика послушали там мои книги или там допустим другие там видосики посмотрели чтобы у вас что-то там отложилось но желательно с моих книг начать из-за того что какая-то система есть потому что если не будет системы то мы только об этом говорили то дыхание то там керосин то там допустим соль то там голодание то еще не будет системы а вам должна быть система чтобы вы понимали как создать свою собственную систему и это все как бы сказать играло на на одну мельницу так сказать малого а не в разнобойшего поэтому вы поступайте вот так вот лично я так поступаю значит как голодать если еда является единственным удовольствием значит вы голодаете раз раз 24 часа в 2 недели в дни и кадаше а в дни и кадаше их всего 2 в лунном цикле это такие дни энергетически насыщенные когда нам когда организму особо не требуется еды то есть вот так вот как бы сказать биоритмологически было установлено что организм в эти дни наполнен энергией и не так ему требуется а зато вот последующие последующий прием пищи вот вас будет и радовать потому что после того как человек там допустим поголодал ему первая первая еда будет очень вкусно очень вкусно и ну серей еда единственное удовольствие удовольствие знаете вот мы конечно такие существа которые действительно живем в основном удовольствиями а нам надо жить не столько удовольствия есть разного рода удовольствия есть утонченные удовольствия есть возвышенная радость то есть постарайтесь получать вот эту возвышенную радость вот это удовольствие Не столько от еды, допустим, а несколько от других вещей Вот когда вы научитесь, так сказать, просто-напросто Вот мир, он создан для нас, конкретно для каждого человека Чтобы дать возможность человеку показать самого себя И если он только видит негатив вокруг, ну что это за жизнь? Это не то А жизнь, она создается в радости, в любви, в экстазе, в конце концов И вот ощутить вот этот экстаз жизни, вот эта радость бытия Вот это вот что-то совершается Пусть когда-то там где-то не так совершается, как вы хотели Но вы-то можете повлиять на это, изменить Мы же не используем эти силы вообще-то И вот эта вот радость направить на созидание Мы-то созданы в радости, в любви И поэтому учитесь получать разного рода оттенки радости Вот еще мысли Сергея Матвиенко насчет голодания, смотрите В этом году очень жалею себя, жалею себя, поэтому голодать не могу Нужно настроиться против себя и дать организму дрозда в виде голодания Вот никогда не давайте дрозда, не настраивайте себя, себя против организма и так далее Вот это создает как раз у вас внутри напряжение Вот этот разодрай, так называемый Который ничего общего с оздоровлением не имеет С лечением оздоровлением не имеет Вот все надо делать с любовью Вы, знаете, как опытный, умудренный доктор Вы клетки своего организма настраиваете на целебное голодание Убеждаете его в этом, что вот вы начнете в клеточке голодать Наш организм начнет голодать В результате этого те недомогания, которые у нас были Они начнут потихонечку уходить То есть вместе со шлаками вернется сила, вернется энергия Внутренние органы заработают Вы получите передышку Тем более, тем более клеточки моего организма Вы-то не голодаете Вы постоянно кушаете То есть я просто-напросто вас переведу на несколько иное питание Для того, чтобы вы омолодились, очистились Стали намного сильнее, юными Вот примерно вот так надо со своим организмом провести работу Для того, чтобы с любовью поголодать И сказать им И вот мы с вами, вот голодая каждую секунду Пребывая на так называемом голоде Мы с вами приближаемся к Богу Мы с вами, значит, обновляемся, очищаемся, омолаживаемся Становимся здоровее Мы идем по пути к здоровью И каждая секунда нашего голода Приближает нас к этой заветной цели Мы просто-напросто распускаемся Расцветаем Жизненная сила вливается в нас Ведь мы с вами что делаем? Отключившись от источника питания материального Мы с вами подключаемся к божественному источнику питания И получаем напрямую его любовную жизненную энергию Это же чудо Это же великолепно Да так можно жить всю жизнь Только надо настроиться И тогда нам такого питания не надо Мы будем жить любовью Бога Это же как великолепно Быть постоянно здоровым Постоянно сильным Постоянно юным Процессы старения сразу же замедляются Мы с вами становимся подобны ангелам Это же так великолепно Сергей, это я для вас рассказал Как организму надо давать дрозда или павлина Чтобы вы понимали, как надо настраиваться на голодание И что ожидать от этого Вот видите, как Поль Брек сказал Чудо голодания Это чудо, которое вы даже не ожидаете Насколько оно многогранно И насколько оно вас одарит Разного рода благами Сережа Матвиенко слушает меня Инопланетяне не болеет И говорит Слушайте, какой вы умный Ну, я думаю, тот человек, который меня слушает Который меня знает По каналу Вот именно по каналу Более-менее регулярно Тот, естественно, составляет обо мне мнение Ну, как бы сказать Рад вашему замечанию Рад вашему замечанию Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова